Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Баладарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня наш гость историк Александр Колпакий. Саш, здравствуй. Добрый день. И тема Сталин и культура. Тем более вчера было 140 лет. Но предварительно я задам Александру следующий вопрос. Вчера состояли, первый день был сталинских чтений. Ты там присутствовал. Саш, что это был за форум, какое он имеет значение и кто там был? Это организовала медиаресурс Проханова День ТВ. Там было много очень интересных выступающих. Ну, Фурсов, Делягин, много. Сегодня вот Юрий Жуков там выступает. Шевченко вчера был, Максим. И, в общем, надо сказать, что очень долго продолжалось весь день практически мероприятие. И пришлось потом людей оттуда прям выгонять, на самом деле. То есть, да, настолько было всем интересным. То есть, люди просидели целый день. Там, в общем, мероприятие было просто... Причем собрали огромный зал там на 500 человек переполненный. Сидеть негде было. То есть, действительно, вот, ну, не скажу, что потрясающее, но очень даже солидное мероприятие. Молодцы эти ребята День ТВ. И вот они, очевидно, теперь будут регулярно организовывать такие мероприятия, публичное чтение. Потому что у нас в Москве действительно много таких интересных, уважаемых людей, которые действительно могут собирать такие большие залы. Хорошее мероприятие, полезное. Я надеюсь, будет регулярное. Я не буду тебя спрашивать фамилии, потому что это, понятно, уже на личности будет переход. Какие темы там были, Саш, которые тебя заинтересовали? Там самые разные были темы, и связанные с религией, и с политикой, и с экономикой. Там, значит, то есть, Катасонов, вот, ну, там были как бы все звезды Бомонда, да, то есть, Катасонов про экономику, там, Фурсов про политику. Ну, то есть, очень много было... Ну, я не скажу, что я совсем согласен, да, там, вот, особенно... Почему это должен быть? Что там касалось, вот, религии и того, что Сталина надо понимать только с мистической позиции. Это вот это, да. Это да. Но, в принципе, это было интересно, ярко и убедительно. То есть, очень интересно было. Какие люди там были, Саш? Знаешь, люди были там приличные, в основном молодежь, очень много, да. Я даже удивился, и что удивило, что там принесли книги, подписывали, то есть, там, допустим, продавались в фойе книги, но моих не было. Ну, что меня удивило, там, человек 20 притащили из дома свои книги, чтобы я... Чтобы ты на них и вписался. А-а-а. Я сказал, что он покупал на 9 тысяч книг, там, вот, я, ну, случайно слышал. То есть, видно было, что книги расхватывали. Вот это поразительный тоже феномен, что ведь эти же книги, они могут купить в любом крупном магазине, но в этом крупном магазине ты их не найдешь. Потому что это надо, там, действительно, в мелком магазине их нет, а в крупном их надо искать. А искать люди не могут, нет времени вообще, вот сейчас так время ограничено, что, в общем, проблема. А там адресно они приходят, это для них эти книги, они их адресно покупают. Полезное мероприятие, очень полезное. Ну, спасибо за такую оценку. И давай переходим к заявленной теме, потому что... А, нет, ни одного упоминания об этих чтениях, вот то, что я видел, то, что у нас называется в крупных средствах массовой информации. Вообще. Ну, это понятно, и на телевидении особо не праздновали, я смотрю, например, вот правительственный ресурс «Спутник ТВ», он поместил интервью на тему, о которой мы будем говорить, Сталин и культура, о том постановлении 48-го года в отношении композиторов. И там, значит, в этом интервью, ну, каких только гадостей о Сталине не услышишь. Ну, и граждан его народу тоже не обошли. Значит, что он мстил своему народу за победование, ну, что-то просто какой-то бред люди несут, даже вот не понимают. Вот, знаешь, вот главная проблема, вот я с самого начала скажу вот на эту тему Сталина и культура. Да, при Сталине были там какие-то эксцессы в отношении отдельных деятелей культуры, какие-то постановления, которые там им ломали, там, какие-то творческие планы, да, все это было. Все это было. Но почему такой гигантский результат? Опять же скажут, как по поводу войны, вопреки Сталину. Нет, фиг с маслом, фиг вам, индейцы там живут. Значит, огромные премии. Вот говорят, куда делись деньги Сталину, что это все вранье, что он в Шинель оставил и так далее. У него были огромные гонорары. Так они шли на сталинские премии. Ты знаешь, что более тысячи человек получили? Саша, это доказанный факт, потому что вот Юрий Николаевич Зуков, он сказал, что он не нашел нигде. Ну, по крайней мере, так пишут, я не знаю. Я глянул, ну, пишут так, да, что и его гонорары, зарплата, значит, там, значит, если я не ошибаюсь, под 60 миллионов рублей было роздано под эти, а это не нынешние рубли, было роздано под эти сталинские премии. Дома, дачи, командировки, значит, встречи с читателями, организованы были консерватории, филармонии. Ну, вот просто сами посудите, да, уже в 19-м году организовали театральную там студию. В 30-м году создали ВГИК, до сих пор аналогичного учреждения нет, да, создали институт литературы имени Горького, до сих пор нигде нет. Значит, институт мировой литературы имени Горького, это уже литературный институт имени Горького, там учат, да, кстати, там учили Симонов, Михалков, Распутин, Евтушенко, но его выгнали. В 34-м году институт мировой литературы имени Горького, да, значит, в 31-м году театр кукол имени Образцова детский, уникальный, которого нигде нет. То есть огромное количество было создано, да, именно из-за этого-то и такой чудовищный рост культуры, которого и близко не было ни в одну эпоху, да. И вот это никто не хочет вспоминать, об этом не говорят. Глаза закрываются, сознательно. Да, да, да. А там вот всякие байки. Слушай, извини, Саш, ну практически ты об этом уже сказал. Ну давайте пройдемся по фамилиям. Да. Где такая поросль писателей? Федин, Леонов, Паустовский, ну это же фантазии, гиганты. Да, о чем тут говорить. Я хотел бы начать вот с нескольких вот историй про Сталина и культуру, да. Да, вот известно, что Михаил Геловани играл его роль, да, но начиная с 1938 года, выборская сторона. И главный апофеоз это он в падении Берлина в 50-м году, такой пафосный фильм, кстати, великолепный. Ну не на любителя. Значит, этот Михаил Геловани, когда ему предложили сыграть Сталина, сказал, а нельзя ли мне пожить на его даче в Рице, я хочу вжиться в его образ? На что Сталин сказал, так может сразу начнете с Таруханской ссылки? Да, ну, значит, известна также история с Луначарским. Сталину сообщили, что жена Луначарского использует его служебные автомобили и разъезжает по магазинам. Она была такая, значит, такая... Ипотажная, да. Да, Наталья Сацаразанель, да, ездит в мастерские примерочные и так далее. Ну он вызвал Луначарского и говорит, что что-то дела. А Луначарский, как благородный дворянин, сказал, я люблю эту женщину. Что Сталин ему сказал? Любите ее дома, а в казенной машине, чтобы не смело разъезжать по магазиновым паркинхам. Это сегодня звучит парадоксом? Да, сегодня это вообще непросто. Какие машины, самолеты! Собаку лечат, на самолете лечить в Европу возят, да. Любовью Орловой, он на встрече каком-то там сказал, муж вас не обижает? А муж ее был знаменитый режиссер Александрович. Григорий Александрович. Она сказала, вообще-то обижает, но очень редко. А он говорит, скажите ему, что мы его повесим. Он стоял рядом, муж, значит, ну и решил все это перевести в шутку и сказал, интересно, за что повесите? А он сказал, за шею, товарищ Александров. Значит, Фадеев, писатель замечательный, а он, к сожалению, значит, сильно поддающий, да. Был вызван, но не пришел. На встречу вместо него пришел Николай Тихонов, кстати, тоже великолепный поэт. Вот у нас Гумилева все время тут вспоминают, а вот Тихонов, на мой взгляд, ничем Гумилева у него уступал. Про него полностью забыли. Это который написал, гвозди бы делать из этих людей. Ну, он спрашивает, а где Фадеев? Он говорит, на охоте. А Сталин говорит, слушайте, вот у нас товарищ Шверник тоже очень любит охоту, но в воскресенье он опохмеляется и на работу выходит в понедельник. Значит, потом, значит, когда он встречал Фадеева, он спросил, Фадеев, а где вы пропадаете все время? Он говорит, товарищ Сталин, у меня запои по 10-12 дней. Сталин говорит, товарищ Фадеев, а как коммунист, вы бы не могли это мероприятие укладывать в 2-3 дня? Да, ну, то есть, у него было огромное чувство юмора. Да, иногда оно было таким начальственным. Да, да, но... Значит, издали перед войной указ о наказаниях за опоздание до 20 минут. Василия Качаловна, великий артист, опоздал на час МХАТ. Доложили Сталину, он, значит, распорядился за недоведение до сведения народного артиста СССР товарища Качалова указу президенту Верховного Совета СССР объявить строгий выговор директору МХАТа. Я представляю потом разборки между директором и Качаловым. Да, да. Очень интересная история с Алексеем Диким, который был конкурентом Геловани в исполнении роли Сталина. Он играл его тоже часто, и вот, ну, самое знаменитое, наверное, в Сталинградской битве. Ну, была премьера, Диким приехал домой с друзьями, все, выпили, посидели там. Друг, значит, машина приезжает, говорит, Сталин просит вас в Кремль, значит, тоже отпраздновать. Он говорит, слушайте, я выпил тут водки сколько, чесноку наелся, я не могу в таком состоянии ехать. Говорит, ну, ждет уже все, да. Короче, взяли его, повезли. Сталин его спрашивает, а почему вы играли меня без акцента, не гримировались, как все остальные, чтобы быть похожим? Совершенно, ну, его уже несколько актеров, совершенно не как все. А он говорит, товарищ Сталин, потому что я играл не вас, я играл то впечатление людей, которое есть о Сталине. И вот это, надо знать Сталина, его просто потрясло, и он даже, и он стал аплодировать ему. Потом вышел в соседний кабинет, принес коньяку, немножко капнул, Дикому себе налил полный стакан, и они, значит, говорят, давайте будем на равных. То есть, вот именно вот в этом суть отношения к Сталина, тому, что мы называем культ для личности. Он это считал, и вот он сыну то же самое говорил, показал нам портрет и говорит, ты не Сталин, и я не Сталин, вот он Сталин. То есть, он имел в виду образ некий, который есть в народе. Абсолютно, Саш, это подтверждает воспоминания Леона Фейхфангера, Москва, 1937-й, когда Сталин именно это ему и говорил. Да, 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 и ты прав, конечно, чувство юмора у него было такое кавказское несколько, да, такое, например, вот Козловский выступал в Кремле и, значит, закончил выступление, и на бис Сталик одни то, другое сё. Ну, возникла такая, это, Сталин сказал, встал, говорит, нельзя покушаться на свободу художника, товарищ Козловский хочет спеть, я помню, чудное мгновение, а вы его отвлекаете своими дурацкими просьбами. То есть, он был такой человек, конечно, с юмором и имел свои вкусы, да, безусловно. Одна моя знакомая рассказывает историю про свою родственницу, премьера оперы Вану Мурадели «Дружба народов». Ну, которой отношения не очень. А Сталин в ложе, а у ложе выставлялись одни и те же капельдинерши. А он с ними общался, то есть, они могли ему, у него что-то спросить, и вот он выходит после этой оперы, и они его спрашивают, ну как, товарищ Сталин, ну как там? Он говорит, когда у вас пиковая дама? Одна, если не самая сложная русская опера. И вот эти вот все разговоры о том, что не читал, ни в чем не разбирался, в семинарии хором руководил, а музыка там была классическая. Нет, по поводу того, что не читал, это был один из самых начитанных людей своего времени. Я не помню, кажется... 20 тысяч книг. Да, Чарльз Сноу сказал, что, ну кто-то сказал, что парадокс заключается из англичан, в том, что он гораздо более начитанный, чем Черчилль. Да, то есть, а Черчилль на минутку прекрасно образованный аристократ из старинного рода Мальборо. Значит, и он читал, сам Сталин говорил, что он читает по 500 страниц в день. Современные исследователи пришли к выводу, что он читал по 300 страниц в день. Ну, каждый день. И заставлял других так же читать, но не всегда у него получалось. Я бы хотел отметить, что вот все эти разговоры, что там такая была вся атмосфера и все там. Ведь очень многие, как ни странно, поразительно, но при нем не были репрессированы, остались живы и даже очень даже процветали, получали сталинские премии. Вот ты обратил внимание, бывшие белогвардейцы. Например, вот все знают, ну сейчас уже никто не знает, конечно, трилогию нашествия монголов, да, там. Чингисхан, да, Янчевский, да, который был... Ян Батыть к Последнему морю. Да, 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 к Последнему морю, да. К Последнему морю вышло уже через год после смерти Сталина, но вот это при Сталине он работал. Бывший полковник у Колчака фактически возглавлял АСВАГ при канцелярии Верховного Главнокомандующего. Представляешь себе? Полковник... АСВАГ это... Ну, типа такого пропагандистского... Пропагандистский урага, да, да, да. Прекрасно жил, творил, издавался, значит, огромными тиражами и так далее. Значит, родственник Сергея Герасимова, который, кстати, тоже при Сталине стал уже режиссером, да. Да, кстати говоря, вполне заслуженно называется великим режиссером. Да, молодым парнем стал уже снимать фильмы. Полковник Борис Герасимов, командир 25-го Екатеринбургского адмирала Колчака полка горных стрелков. Стал оперным певцом, выступал в Театре Немировича Данченко и в студии имени Станиславского. Баритоном был, да. Никто не трогал, прекрасно жил. Замечательный писатель детский Бианки Виталий. Виталий Бианки, да. Он был с юности эсером, естественно, оказался в Камуче. Это такое антисоветское, по Волжье, антисоветское эсеровское восстание. На этих, на белотерских сфтыках. Потом, значит, у Колчака, значит, ну, правда, его четыре раза арестовывали, но все время выпускали. И вот это замечательный, вот, тропой бескорыстской любви, если кто смотрел фильм. Да, ну, то есть, бывший офицер, да, вот, пожалуйста, жил, и книжки выходили, все. Леонид Леонов, который малоизвестно, он, оказывается, сумел при англичанах в Архангельске там послужить. Да. Слушай, ну, Леонов же, видите, это классик. Да, это классик. Это второй после Шолохова, да, писатель. Был бы Олеша, но он написал только один большой роман, «Зависть великий», и, к сожалению, больше ничего. Он величайший писатель. Да, «Зависть величайшая». Олеша достаточно, кстати, извини, Саш, я не знаю, за мной согласились или нет, я считаю, ему достаточно было написать «Три толстяка». Вроде бы детская сказка тянет на... Ну, знаешь, вот у Хоминга есть рассуждение по поводу, кто великий. Он написал, да, Феджеральд меня обходит по качеству, но я его обхожу по количеству. Да, это да. Все-таки важно, сколько человек написал. А Виктор Шловский, это вообще... Шловский, это... Печать ставить негде. Он там участник контрреволюции, начиная с Октябрьской революции, он должен был там бровневики привезти, не сумел, там потом сбежал, он в Саратове в сумасшедшем доме от чекистов прятался, он у Скоропадского служил там. Короче, это был махровый белогвардеец. Который подтверждал не словами, а действия. Да, да. То есть не то, что какой-то журналист там что-то писал, а это реально такой авантюрист и так далее. Он стал великим у нас лингвистом, да, создателем. Ну, великим человек действительно процветал, ну, как сказать, процветал. После смерти Сталина они все стали там что-то такое тявкать, как это дворовый шаг. Как им тяжело бы, да, 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 про кровавый режим, да. Но Михаил Булгаков служил во Врангельской Кавказской армии, значит, там где-то, ну, врачом и так далее, да. Ну, тем не менее, вот... Саш, а вот про Булгакова ты бы рассказал про его идеологически выдержанную пьесу «Батум», где была описана молодость товарища Сталина. Она сейчас везде есть. Ну, Сталину не понравилось. Совсем. Да. Он вообще не любил, когда... Очень многие написали про его молодость, но он хотя и понимал, что вот есть вот образ Сталина, надо поддерживать, но все-таки он не допускал, что называется... Перегибов. Перегибов в этом деле, да. И вот ему очень не нравилось, потому что молодость это все-таки уже очень мало общественного и много личного. И здесь он уже видел, что это все не соответствует и как бы... Да, Шадор, Иван Шадор... Скульптор. Скульптор, настоящая фамилия его, Иванов. Он автор знаменитой скульптуры «Булыжник оружия милитариата». Да, да. Он в Омске был во время Гражданской войны и делал там памятник Корнилову и Колчаку при жизни, да. То есть Борис Агонсон, художник, автор знаменитой картины «Допрос коммунистов», да. Он был офицером Колчаковской армии. Евгений Шварц, безобидное как бы существо... Который вроде бы такая-то сталинская сатира, да. Да, да. Он участник ледового похода на Екатеринбург. Зуменитого, да. Матар, да, в 18-м году. И был комиссован по тяжелому ранению. Очень скрывал, и никто не знал, и только после перестройки выяснилось, служба Валентина Катаева, штабс-капитана на бронепоезде, там, Новороссия и так далее. Вот он был очень человек интересный. Он, оказывается, еще в юности гимназистом до революции публиковал антисемитские стихи в Черносотином одесском журнале. При том всем, что у него друзья были Ильф, Багрицкий, Олеша Поляк, ну и так далее. Да, там, Славин такой, Вера Инбер, двоюродная племянница Троцкого и так далее. Тем не менее, вот... А Вера Инбер очень даже. Да, очень даже. Он, значит, и, конечно, после... Он немножко там посидел, но эти дружки его вытащили. И он, значит, ничего такого от советской власти не имел. Писал, творил, получал сталинские премии. То есть, жил в шоколаде, да, и ничего... Катаев? Катаев. Ну, я думаю, он забелеет парус одинокий, там такие гонорары. Белеет парус одинокий, да, да. Сын полка. То есть, он, на самом деле, был очень талантливый человек. Очень. И, что редко бывает, он уже в глубокой старости вдруг неожиданно выстрелил и написал несколько сильных очень повестей и... Алмазный мой виние, Страва забвения. Да, да. Единственное, что я ему простить не могу, он Блюмкина оклеветал там. Блюмкин сложный был человек, но когда он пишет о том, что тот валялся в ногах, когда его расстреливали, а у Блюмкина за его чкистскую деятельность 9 ранений из них, 6 холодных морозов, что-то насчет трусостых. Это вообще было в советское время такое очень, я бы сказал, ну, такое произвело впечатление. Это в журнале «Новый мир» напечатали его повесть под названием «Уже написан Вертер». Да, что, кстати, частью общественности было воспринято как антисемитское произведение там как бы... Ну и общественность-то была специфическая. Да, общественность была специфическая, да, что вызвало недоумение, поскольку женат был, в общем, и дети были, и все такое. Ну и как бы стали говорить, вот черного кобеля не отмоешь до бела, вот он как гимназист написал, черный свет, так и остался. Ну, на самом деле, это бред. На самом деле, тут просто показан реальный Блюнкин, и никто, ну... Ну, реальный, реальный, Саш, но... Нет, Блюнкин был человек противоречивый, наверное. Он был весьма сложный человек, но Катаев, вот пользуясь тем, что ответственность тот не мог, ну, ему 30-ти не было, когда его перестреляли. Кстати, у него юбилей в следующем году. У Блюнкина? Мы обязательно поговорим о нем. Да, я знаю, что-нибудь о нем, да. Новости на радиостанции «Говорит Москва». Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Наш гость – историк Александр Колпакидий, и он продолжает свою лекцию и беседу с Далиной культурой. Ну, и вот по поводу того, что вот люди, которые действительно служили в белом движении, действительно, вот если вот был такой террор, если так всегда, ну, они прекрасно существовали при советской власти, да. Вот такие люди даже, ну, сейчас даже трудно поверить, как Илья Оренбург, как Маршак, Самуил Яковлевич, как Эл Кольцов, как Николай Шостаков, это, ну, его мало кто помнит, но это автор сказки «Финист Ясный сокол» и так далее. Они служили в белогвардейской прессе. Шостаков у Колчака, а первые трое у Деникина. Значит, два у нас Вячеслава Иванова, оба они оказались, значит, в колчаковской прессе. Всеволод, который Никонорович Иванов работал в Русском бюро, он эмигрировал, кстати говоря, сочувствовал фашистам в Китае, когда жил, потом вернулся. Значит, Всеволод Вячеслав Иванов, который написал поезд, знаменитую бронепоезд 1469, он тоже, ну, правда, скорее всего, невольно, но тоже скрываясь, какое-то время поработал в Колчаковской газете. То есть, получается, куда ни кинь, да, люди прекрасно жили в советское время, да, но действительно, действительно, тут можно сказать, что какие-то люди пострадали. Вот самый важный вопрос, который вот заходит, когда речь заходит о сталинской культуре, да, только говорят вот о репрессированных. Вот, например, мы, я упомянул Михаила Кольцова, да, вот из всех из них, он, по-моему, единственный, который действительно был репрессирован, да, потому что... А брат его, художник Борис Ефимов... Да, Кукреникс, да. Да. Ну, они оба... Нет, 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 он не был среди Кукрениксов, по-моему, нет, 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 Борис Ефимов был первым политическим корректурористом Советского Союза. И у него были воспоминания, как он разговаривал с братом, который приехал из Испании, но кем был Кольцов в Испании, с кем он там встречался, чем он там занимался. Ну, с Кольцовым просто произошла такая... Во-первых, я бы хотел сказать, я вот никогда не понимал, почему Кольцов, Михаил Кольцов, великий человек. Вот Лев Толстой написал «Война и мир», да, он великий человек. Да. Пушкин написал вот... Евгений Анигин. Евгений Анигин. Аж даже. Великий человек. Михаил Шолохов написал «Тихий дом». Ну, что такого великого? Да, он был бристящий филетонист, руководил там журналами, газетами. Ну, мало же было таких людей. Никто их не помнит, и никто не считает, что они великие люди. Он написал «Испанские дневни». Испанские дневни. Хорошо. Но я подозреваю, что за последние 30 лет больше 10 человек его не прочитали. Да, не прочитали, не прочитали, а у меня трехтомник Кольцов украли. Ну, это крик души. Да. И... Ну, хорошо, допустим, да, великий человек. Не в этом дело сейчас. Он в Испании, непонятно каким образом, будучи просто представителем прессы, можно сказать, да, стал главным смотрящим. Не посол Розенберг, Марсель Розенберг. Тоже личность, о которой стоит бы поговорить отдельно. Да, большая личность, да. Не генеральный консул Антона Фавсенко, который Зим не брал и так далее. Да, не резиденты НКВД игру. НКВД Орлов и Бабсур, Берзин там был, Берзин, начальник ГРУ, Горев и так на войне Аташе. Не Торгпред Сташевский, который один из создателей ГРУ и вообще резидентуру в Западную, а именно Михаил Кольцов. Значит, и каким-то образом он вот взял вот на себя эти функции вот какого-то главного смотрящего. Да, чуть ли не представители Сталина в Испании. Да, 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 да. Как и, естественно, вызвало у некоторых людей это озлобление. Тем более, что результат его смотрения был палачевный. Проиграли. Проиграли эту... И плохие отношения с другими левыми партиями. Да, 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 там мятеж. Да, то есть получилось, что результат отрицательный. И вот он, вот этому, кстати, своему брату, о котором ты упомянул, он сказал, что вот я был у Сталина, ну так он все расспрашивал, а в конце, когда я уже ходил, спросил, у вас есть револьвер? Он говорит, есть. Есть. Да. Не думали ли вы застрелиться, да? Он говорит, что он имел в виду? Я так понимаю, что Сталин имел в виду, что ты взялся руководить. Дело проиграно. Погибли огромные там сотни тысяч людей. До сих пор, кстати, испанцы не могут посчитать. Сколько? Процент погибших у них больше, чем у нас. Значит, ну, в отношении к населению. Значит, страна до сих пор не может, вот сейчас, в связи с захоронением Франка, там опять были проблемы, беспорядки и так далее. То есть, ты такое дело загубил, да, все. А кто-то должен отвечать? Ну, все равно, я так понимаю, его не трогали. После этого разговора ему дали орден Ленина, избрали академиком, он там выступал. И буквально через день после этого его арестовывают и расстреливают. Ну, тут уже, Саш. Тут уже пришло письмо от Андре Марти. Тоже еще тот был. Андре Марти руководил интербригадами, да, то есть, он, это бывший матрос, который участвовал в восстании... В Одессе. ...черноморского флота во время гражданской войны. Он, Черноморский флот, это интервенты, которые у нас помогали Деникину, там, во время гражданской войны. Французские интервенты. Он там поднял красное знамя, восстали они и ушли. Потом он стал членом политбюро французской компартии. И его назначили руководителем интербригадами. И он написал донос на Кольцо. Вот этот донос, я так много... А попал этот донос, Саша, уже, наверное, к Ежову, да? Да. Но я не думаю, что Ежов как раз хотел его расстреливать. Дело в том, что вот эта троица самых главных пострадавших, Мерхольд, Бабель и Кольцов... Ну, еще Мандельштам, наверное. Мандельштам не расстрелян. А, нет. Так я вот и хотел, чтобы ты об этом рассказал. Давай сейчас про троицу. Все. Вот это троица великих расстрелянных. Я хочу извиниться, может быть, это цунично звучит. Жалко и других неталантливых людей, которые были писателями там. В основном расстреливали, кстати, писателей. 99% деятелей культуры, пострадавших, это были писатели. Что тоже свидетельство огромного уважения Сталина именно к художественной литературе. Значит, они все трое погорели над тем, что постоянно лезли в руководство НКВД. К Ягоде, потом к Ежову, у Мерхольда Салон был. Они, вот мне кажется, вот я так понимаю, были что-то вроде агентами влияния НКВД. Ну, про Бабеля об этом говорят практически прямо. Да, причем, кроме того, Бабель как бы почему-то перестал работать. У него были какие-то черновики, но произведений давно уже не было. Понятно, что за это не надо расстреливать. Ну, мало ли там сначала. Но если кто-то помнит, его великолепный, высочайший талантливый сборник Канармии о деятельности 1-й конной армии Будённов вызвал ожесточенную полемику с Будённым, критику со стороны Будённого. Я Будённого могу понять, хотя, конечно, я на стороне Бабеля, его можно понять, потому что у него один взгляд на это, у человека, который там внутри, другой совершенно взгляд. Но, тем не менее, вот у Бабеля были, так сказать, серьёзные враги. Вот, Саш, вопрос к тебе. Не слишком ли они активно сотрудничали с такими людьми, как Егода и его окружение? И Ежов, да, слишком активно, да. Вот это хождение на дачу, вот это. И все эти вещи, конечно, они, когда Ежов полетел, полетели они вместе с ним. То есть на шару, за компанию и так далее. Что касается Мандельштама. Мандельштам, как бы, нам всё время врут. Говорят, что он написал стихотворение в 1933 году. Мы живём под собой. Под собой, не знаю, страна. Про кремлёвского горца. Да, да. Ну, я бы не сказал, что это какое-то ужасное стихотворение. Просто такое детское какое-то оскорбление. Даже многие люди, наверное, не поняли, кого он имеют в виду. После чего его расстреляли. Но всё совсем не так. Через полгода, только после того, как он её написал, оно дошло там, кому положено. Его изъяли. А его выслали в город какой-то на Урале вместе с женой. По-моему, Верхний Сеск. Вот почему-то нет. Нет, нет, какой-то ердынчик. На буквуе, да. Его этот город никто не знает. Даже жители его не знают, где он находится. И ему там не понравилось. Он стал писать бумаги. Его переселили в Воронеж. Это известный перевод ссылки. Да, ну, конечно. Жить в Воронеже – это ужасное наказание. Это ещё более тяжёлое, чем подвергнули академика Сахарова и Елену Боннер. Да, это ещё хуже. Там он, значит, пожил, его освободили. И тут-то вот происходит что-то непонятное. Его опять арестовывают и высылают по пересылке. Он едет во Владивосток. По дороге он заболевает и умирает своей смертью. Ну, он, у него психика была не очень стабильная всегда. Ну, да. Я это говорю вот потому, что я читал о нём, воспоминания его жены. Да, теперь по поводу того, кого репрессировали. Очень мало репрессировали кинематографистов, которых очень... Кстати, у Сталина была интересная фишка. Для меня до сих пор непонятная. Он считал, что в кино главное это сценарист. А режиссёр это просто технический помощник сценариста. Не, ну, Саш, я этого не знал, но я слышал профессиональных кинематографистов и читал высказывания великих западных режиссёров. Без сценария нет кино. Да, и особенно это сейчас, когда дерьмовые сценарии кругом, да. Не, ну, когда там показать роботов... Было не очевидно, да. Да. Сейчас это очевидно уже всем. Но вот это какое-то странное вот у Сталина, да. Вот причём я никогда не слышал ни у кого, кроме вот такого странного отношения к кино, как у него было. Он очень серьёзно относился именно к сценаристам. Хотя именно при нём действовала огромная плеяда величайших режиссёров, да. Ну, прежде всего Сергей Эйнзенштейн, который снял «Броненосец Потёмкин», Александра Невского и Ивана Грозного, да. Иван Пырев, который снял «Трактористов», твой любимый фильм, Лёня, «Кубанские казаки». Это и... Да. Я признаю. «Свинарка и пастух» в 41-м году, кстати. Лыков. «Сказание земле...» Сибирской. Да, сибирской. Лев Кулешов, который снял такие экспериментальные фильмы, «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и «Луч смерти». Продолжал, кстати, творить Яков Протазанов, который снял твой второй любимый фильм, «Праздник святого Иоргена». Иоргена, да. Сказали, моя бедная мама уронила меня. Да, да, да. Да. Он же снял «Закройщик» из «Старшка», а «Элиту» и так далее. Вот мы упоминали Сергея Герасимова, который снял «Семеро смелых», «Комсомольцев», «Маскарад». Я ещё, не дай бог ты зову, Сергей Юткевич. Да, Сергей Юткевич. Да, миллион. Значит, «Козинцев» и «Траурберг». Великолепный фильм 26-го года «Шинель», трилогия «Максиме». Просто, я считаю, шикарная. Кстати говоря, после войны, там многие режиссёры, они снимали такие патриотические, биографические фильмы. И вот они, кстати, очень хорошие, но их напрочь никто не смотрит. Адмирал Ушаков, Суворов, Кутузов. Да, вот «Траурберг» и «Козинцев» сняли. Героя Шибки. Героя Шибки. И «Белинского». Да. «Великий», наряду с Энжистейном, «Всеволод Пудовкин», снявший «Мать», потомка Чингисхана. Ну, великолепный фильм. Фантастический фильм. Я вот просто пересмотрите, да. «Минин и Пожарский», который смотрится как... «Ром?» Да. «13» какое кино. Да, великолепный фильм, да. «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году», «Секретная миссия после войны 50-й год». «Шпионерский фильм», посмотрите, просто очень сильный. Да, вот он как раз... Да, то есть, Пырьев, я говорил, да. Александр Роу снял «Великолепные сказки», «По щучьему велению», значит, «Василиса прекрасная», «Конец, конёк, горбунёк», «Кощей Берспресс». Великолепный, великий режиссёр Фридрих Эрмлер, кстати, бывший чекист. Как и Донской, кстати, говорят. Знаешь, что Донской с Папанином... Марк Донской? Да, да, он в Крымской ЧК работал. И, судя по всему, там, да... Результативно. Да. Значит, Эрмлер снял «Обломка империи», это величайший фильм. Да, «Великий гражданин» про Кирова и много других. То есть, ну, я даже не знаю, вот в какой стране, в какую эпоху одновременно могло, значит, столько великих режиссёров. В Голливуде 30-х, наверное. Да, ну, может быть, в Голливуде 30-х, да. В Голливуде 30-х, скажем. Ну, там не было такого разнообразия жанров. А ты... Вот не было... Я даже не знаю, как это выглядит. А, кстати говоря, у школи там, ладно, актёр, понятно, там, не сценарист. Слушай, Михаил Жаров. Жаров, да. Игорь Ильинский, Орлова, Ладынина, там... То есть, таких актёров... Это Морецкая, которую я не люблю, но, тем не менее, да. Огромное количество великолепных звёзд. Это мы, это, Саша, мы ещё не зовём... То есть, ты не зовём... Моя любимая Римма Зелёная. Значит, то есть, такого количества звёзд... Ты не говоришь про композиторов. Саш, да, Дунаевский. И меня советские композиторы и поэты-песенники, ведь все песни, которые до сих пор люди знают. Да, Михаил Исаковский, да. Слушай, ну это вообще... Такого взлёта кинематографа, ты прав, да, без музыки... Да, слушай, мы не сказали про главного, самого любимого режиссёра. Это Александрова, который снял «Волгу, Волгу», «Весёлых ребят». И там после войны он ещё снял комедию, забыл, как называется. То есть, это как раз... Весна. Весна, да. Музыкальные комедии. Да, да, да. То есть, ну, у него был один недостаток, он всё время снимал жену, но... А это было три великих режиссёра, у каждого было по жене актрисе, и они их снимали. Да, но, в принципе, да, вот его комедии, я считаю, величайшие, вот просто величайшие. Они на все времена. Знаешь, конечно, что бы ни говорили, но кино, оно устаревает. Конечно. Да, оно технически, да. Но вот эти комедии можно смотреть сейчас, без всяких... Вот есть фильмы, Саш, ты листаешь каналы, ну, обычно, и вдруг ты попадаешь на какой-то фильм, на каком бы месте ты на него не наткнулся, ты его смотришь до конца. И вот очень многие те классические советские фильмы, да, я понимаю, наивность, идеология. Ну, да, они, особенно, ты знаешь, вот что меня поразило, у нас целый пласт этого кино вообще выпал, да. Вот в хручёвские времена вот просто вот убрали. После войны ведь снимали вот типа секретной миссии, целый ряд был таких фильмов про разведчиков, там Маклярский писал сценарии, да. И это был чекист и не последнего калибра далеко. Да, да, да. Кстати, два было таких. Это Лев Шенин, который писал сценарии. Прокурорский, но он прокурорский, по-моему. Ну, он прокурорский, но он тоже про шпионов. И, кстати говоря, тут надо сказать, что в Советском Союзе уже в 20-е, 30-е годы был детективный жар. Жанр, конечно. Да, да, Лев Овалов там и многие другие. И, кстати говоря, недавно мне совершенно случайно в руки попали то, что вызывало себя кривые усмешки. Приключения майора Пронина. Да, великолепные, великолепные. Да, да, отлично. И, кстати, Овалов, несмотря на то, что пострадал, но он Сталину относился очень хорошо всю жизнь, обожал его. Да вообще, вот даже мне недавно попалось Юрий Тынянов, это великий писатель, саранник. Великий, один из самых, для меня. Да, саранник Шковского. Смерть Вазир Мухтара, Кюхля, Пушкин. Да, поручики же. Да, он говорит во время коллективизации, говорит, если бы Сталин, кроме коллективизации, ничего великого не сделал, он все равно был бы гений. Я не помню, кому он это говорит, по-моему, Олеша. Но говорит, не надо об этом нигде не говорить, потому что скажут, что мы ему там лежим какие-то места. Давай, значит, не будем об этом. Но он говорит, реально гений. И действительно, вот ты подумай, да, сам. Вот сейчас, после того, как наши современные полудурки, да, столько грязи вылили на коллективизацию, индустриализацию, да, тогда люди, такие как Тынянов, они понимали, что необходимо, в конце концов, решить земельный вопрос, который не решался, там, столетиями. Одновременно в Соединенных Штатах, ну, можно хронику посмотреть, а можно прочесть Стейнбека «Грозди гнева». Да, но это у них... Где происходит объективный процесс, мелкие фермеры уходят. Да, кризиса, во время кризиса, да. Поэтому я говорю, что вот нельзя, вот, да, и, кстати, хотел бы сказать, когда говорят вот по поводу репрессий, да, я посмотрел, статистики нет, я сам прикинул, да, есть материалы первого съезда Союза писателей. Говорят, ой, там столько репрессировали, да, много. Ну, кто? В основном, это национальные писатели, значит, из республик. Они пострадали за, ну, условно скажем, сепаратизм. То есть, все вот эти, ну, мы все видели в Перестройку, кто все это затеял. Да. Да? Какая-нибудь Сильвия Капузикян, которую я безмерно уважаю, да, и до сих пор армяне это все расхлебывают. И, кстати говоря, рекомендованные просмотром практически насильно покаяния. Да. Да, значит, великого режиссера Абуадзе, который до этого снял два великих фильма, особенно «Мольба», да, «Древо желания», и снял вот этот дрянь, да, которая получила все мыслимые, немыслимые зарубежные призы, значит. Ну, это ладно. Кто был первым президентом Грузии? Сын классика, значит, Звиад Гамсахурдия, который тоже, кстати, стихи писал, переводил и так далее. И чем он кончил? Мне вот, кстати, безумно жалко этого парня, потому что его с детства отец натаскивал, да, что ты станешь патриархом или ты станешь, там, президентом, царем и так далее. То есть вот этот национализм в этих, кстати, Константина Гамсахурдию, там было два в начале века великих писателя, один из них был этот Константин Гамсахурди, а второй Григору Рабакидзе. Этого Рабакидзе отпустили за границу, он там стал невозвращенцем, стал фашистом, написал в 1933 году роман, значит, где Сталин наполивал как только мог, как только мог, да. Значит, тем не менее, да, и, кстати говоря, вот очень интересная тема. Смотри, некоторые деятели нашей культур-мультур, писателя всякие и прочие голодранцы, они остались, значит, в оккупированной зоне. И как ты думаешь, они там себя вели? Вот у Твардовского в Смоленске был конкурент, некий Константин Долженков, такой поэт. Ну, он был более с комсомольским уклоном, а Твардовский был более с крестьянским уклоном. Ну, вот они конкурировали. Твардовский велик, про этого я услышал от тебя. И Саковский даже считался послабее, он третий у них, да, чем вот этот Долженков. И что ты думаешь, пришли немцы, этот Долженков стал коллаборационистом, редактировал там нацистскую коллаборационистскую газету, где у него печаталось еще несколько писателей, предателей, да, после войны сбежал в Германию, потом в США, там изменил фамилию и жил там, скрывался. Это нередкий случай. Вот был такой, например, филистинский Борис Филиппов, литературовед, там писатель, поэт, который в Америке жил, да, он во время войны там в Скове жил, и там образовалась целая группа, там сестры Зинаины Гейпуис оказались. Ну, это неудивительно. Это поэты, писателя и прочее, тоже стали коллаборационистами. Более того, там была какая-то дикая история с убийством по приказу немцев, пациентов психической больницы. Как неполноценных. Да. Понятно. То есть, и в это все замешаны вот этот Филиппов, филистинский. Это, причем, в советское время писали в литературной газете. А вот репрессии после первого съезда писателей, они к Троцкому не имели никакого отношения? Имели. Как ни странно, как ни странно, Троцкий, вот, он поддерживал, он как бы, вот, о нем много лжи, да, то есть, и вот из него сделали демона. Конечно, его позиция была глубоко ошибочной, враждебной и губительной для нашей страны, но вот в литературе он выступал, в общем-то, за классическую литературу. И его сторонник, один из его сторонников, некий Воронский, Александр Воронский, старый большевик, он издавал журнал «Красная новь» и создал группу «Перевал». Вот эта группа, она в основном и объединяла сторонников Троцкого. Ну, там были разные люди. Да, поговорим после первого года. Саш, вот, не, у нас еще минута. Вопрос вот какой. Это борьба за власть. И в конце борьбы за власть не казенная дача по Барлихинскому направлению и Усовской ветке, а нечто совершенно другое и для тебя, и, может быть, даже для членов твоей семьи. Это объясняет ожесточенность. Да, именно троцкисты в основном пострадали среди писателей. А для этого, наверное, мало было надо, чтобы пострадать. Анекдот, неверно бросанное слово, ничего в этом хорошего нет. И главное, ижовщина, которая... Да, ты об этом, Саш, неоднократно говорил. Да, я уже об этом неоднократно говорил. Продолжим после новостей. Продолжается лекция беседы. Историк Александр Калпакиди. Тема Сталин и... Да, я бы хотел завершить вот слово по поводу вот этих репрессированных. Помимо вот этих национальных, которые... Ну, я еще раз говорю. Вот эти... Мы видели, чем кончилось в 91-м году. И в каком состоянии сейчас Армения, Грузия, и даже и Прибалтика, и Молдавия, и все остальные. Ну, а про Среднюю Азию я не хочу даже говорить. Вот, во двор выйдите и посмотрите, кто там метет улицу. Значит, а все начинается вот с этих стишков, да? А вторая категория — это то, что можно назвать русские крестьянские поэты. Это не только вот Клюев, Клочков, Орешин. Ну, это вот, например, Смеляков, Павел Васильев. Ну, достаточно много. Они объективно были обречены. Произошла индустриализация. Вот эта Россия крестьянская, она рухнула. Она ушла в прошлое. Это объективный закон природы. Да. Ну, это еще отягощалось какими-то... Ну, допустим... Ну, не секрет, что этот Павел Васильев был пьяниц, дебошир. И, наверное, это все еще, Саша, отягощалось разговорами. Да, разговорами и так далее. Да, да. Конечно, вот очень этим воспользовался Ижов, собака, и вот этих людей репрессировал. Потом по поводу троцкистов. Вот эта группа «Перевал», там действительно многие были... Ну, сам Воронский был репрессирован. Главный их там теоретик Абрам Лежнев, горелик, который на самом деле... Писатели, старые большевики Иван Катаев, Николай Зарудин, Иван Касаткин, Сергей Малашкин. Не путать с Малышкиным, который сам умер, да? Ну, что интересно. Поэты из этой группы, Михаил Светлов, Шейнкман, который... Михаил Голодный, Эпштейн, который... Александр Ясный, они не были репрессированы. Хотя они были троцкисты из троцкистов, особенно Михаил Голодный. Поэтому мучают меня тяжкие сомнения в отношении этих людей и НКВД. Значит, их, более того, награждали, они прекрасно жили. Ну, говорят, что, мол, Светлова не репрессировали из-за Гренады. Ну, действительно, великое стихотворение. Великое. С стихотворением я не могу перейти к следующей теме. А, собственно, из-за которой я и решил на эту тему поговорить. Ну, помимо столетия Сталина. Как? 140? Да, 140-летия, извиняюсь, Сталина, да. Смотрите, мы живем во время, когда целый пласт вот этой культуры выкинут, в общем-то, не только из телевизора, из подмостков театров, из журналов, из публицистики, из литературения, ну, даже из школьной программы. Выкинули, как закалялась Сталия Стровкова. Выкинули молодую гвардию Фадеева. Выкинули повесть о настоящем человеке Полевого. Выкинули сына полка Катаева. Выкину... Ну, допустим, я могу согласиться, что молодая гвардия и повесть о настоящем человеке, и сын полка, это не шедевры с точки зрения, значит, эстетической. Ну, три толстяка Олеши. Кстати, анекдот недавно в каком-то театре запретили Чаполина. Ну, Чаполина, слава богу, и не входил в нашу программу. Да, иностранец написал. Да. Выкинули... Иностранный коммунист. Значит, выкинули Гайдара, Тимурову команду, Мальчиша Кебальчиша. Маяковского частично оставили, частично изъяли там левый марш, стихи о советском паспорте, разговор с товарищем Хреновым и так далее. Выкинули смерть пионерки. Ну, это понятно. Прочитав смерть пионерки, какой-нибудь вырастет дурак и не даст батюшке денежку на Мерседес. Да, это действительно самое ужасное стихотворение, которое только можно сейчас представить. Зато вставили коллаборациониста Шмелева, просто откровенного предателя Родины. И ставили архипелаг ГУЛАГ. Ну, это... Да. Но если это шедевр литературы, то чем же хуже сын полка и повесть о настоящем человеке? Да, это законный вопрос. Да, да. Да, и вот интересно также по поводу сталинских премий, о которых я упоминал. Например, шесть сталинских премий получил Константин Симонов, который не сказать, что был очень потом Сталину благодарен после его смерти. Ну, не шибко, но все-таки сдерживался. Сдерживался, да. Ну, шесть премий все-таки. Шесть премий получил Прокофьев. К вопросу вот этой вчерашней интервью по поводу композиторов. Шесть премий получил Ириф. И перечисляйте, перечисляйте. Что самый анекдот? Наши кумиры диссидентской молодежи получили сталинские премии и Юрий Трифонов, и Анатолий Рыбаков. Ты знал? Знал, конечно. Трифонов получил за студентов. За студентов, а Рыбаков за водителей. Значит... Кстати, Рыбаков... Вот куртик и бронзовая птица. А, нет. И приключения Кроша он еще... Вот это. А все остальное, я опять... Это моя точность. Тяжеловато читать. Тяжеловато, да. В особенности, когда, наконец, демократия победила и пал тот элитаризм, вот он тогда начал писать такие произведения, блистательные, но читать их было не так. Да, и действительно, вот вздумайтесь, да. Вот мы говорим золотой век, русская поэзия и серебряный век, но все-таки, если объективно смотреть, никогда не было такого созвездия в России поэтов. Маяковский, Есенин, Пастернак, который писал, кстати, хвалебные стихи. Считали, да. Упомянутый мною Тихонов, Багрицкий, Твардовский, Исаковский великолепный, Заболоцкий, Смеляков, Светлов, Луговской, Антокольский, Рождественский. Это десятая часть, перечислять и перечислять. Значит, никогда в нашей стране, я еще раз говорю, не было такого созвездия кинорежиссеров. Мы уже говорили. Мы уже говорили. Да. Посмотрите, что касается классических романов. Значит, романы Федина, романы Катаева, романы Шолохова, Леонова, Симонова, значит, драматургия, Дни Турбиных, Бег Булгакова, парень из нашего города Симонова, Таня, город на заре Арбузова, Вечно живые Розова, Нашествие Леонида и великолепная пьеса Золотая карета Леонида Леонова. А какая пьеса была? Помнишь, Любовь Яровая, Тренева, Погодина, Вишневского, оптимистическая трагедия Мышь Кронштадта, Корнейчук, фронт. А фильм какой был Мышь Кронштадта? Да, да, да. То есть, драматургия просто сильнейшая. Исторические романы, Василий Ян, значит, мы уже говорили, Сергей Овцинский, Севастопольская страда, получил сталинскую премию, Новгород-прибой, Цусима. Новиков-прибой и Порт-Артур. Порт-Артур. Степан Злобин, Степан Разин роман получил сталинскую премию. Николай Задорнов, отец вот этого. Отец, да, да. Серия его романов, там, Амур-батюшка и другие получили сталинскую. Лев Никулин, России верные сыны. Степанов, Порт-Артур. Вячеслав Шишков, Емелян. Кстати, великолепный писатель. Твой земляк, Юрий Герман. Да, Юрий Герман. Россия молодая. Да, да, да. Кстати говоря, русская писательница Анна Антоновская создала Петитумный, В Великем Ураве? Да, я его, кстати, прочитал в детстве. Я его прочел. Да, да. Бородин, Дмитрий Донской. И просто всех невозможно перечислить, да. Слушай, забыли. Алексей Толстой. А, ну, Алексей Толстой, да. Это вообще Титан. Титан, да. Причем, он же не только создал исторический роман Пётр Первый, он один из создателей фантастики. А Элита? Да, Элита, гиперболоид, инженер. А у него вот эти вот повести, эмигранты, похождения Невзорова или Ибикус. Хождение по муку? Да, да, да. Ибикус, это вообще великолепная вещь. И сейчас, Саш, и сейчас вот кто-нибудь послушал или послушал бы то, что ты говоришь и сказал бы. И тем не менее всё было создано вопреки. Да, вопреки. Детская литература, которой никогда не было и уже не будет. Это Паустовский, Пришвин. Кассиль. Лев Кассиль, у которого в юбилей в следующем году, надеюсь, отметят. Агния Барто, Корней Чуковский. Кстати, распускают, что Тараканище это про Сталина. Это Троцкий. Посмотрите портрет Троцкого. Троцкий косил и был чернявый. Значит, он именно именно и был этим. И, кстати, у них были ещё до революции очень плохие отношения у Троцкого и Чуковского. Михалков, Маршак, Шварц, мы говорили, Борис Житков, Леонид Пантелеев, Республика Швейджи. Мой любимый рассказ, который надо каждому мальчику читать, честное слово. Бажов, Малахитова, Шкатулка, накануне войны, первое издание. Значит, тот же Алексей Толстой, Буратино, значит, Олеша Тритолстяка. Виталий Губарев. Тебе скажут, что это он списал у колоди. Ну и что? Перефразировал, перевёл это на русский. Нет, это всё-таки очень сильно отличается. Сильно, конечно. Виталий Губарев, которого забыли напрочь, Королевство Кривых Зеркал. А он, кстати, между прочим, отец его был казачий офицер и один из главных в эмиграции антисоветчиков, автор там миллиона всяких там публикаций антисоветских по истории казачества и так далее. Он прекрасно жил, публиковался. Значит... Мы не будем... Саш, и вот я ещё что хочу сказать. Чуть-чуть я что-то в этом понимаю. А что переводили у нас? Выяснилось же ведь... А у нас была... Да. Выяснилось же ведь потом, что чего-то, конечно, нам не перевели, типа Оруэлла. Но, с моей точки зрения, он средний писатель, весьма... А Грэм Грин, его лучшие романы, да всё перевели, как выяснилось. Никогда ни в одной стране не было такой школы перевода, как у нас. И такого количества переведён... Это просто медицинский факт, говорил Остап Бендер. Про детскую закончим. Старик Хатабыч, патент АБ... Ларина, да? Да, Лазаря Ларина, да. Николай Носов, Витя Малеев, в школе и дома получил сталинскую премию в 1951 году. Значит... Кстати, не знай, как он в 1953-м написал. Лев Косиль, ты говорил. Ну, главный, конечно, Аркадий Гайдар, судьба барабанщика, школа, военная тайна, Тимура и его команда. Чук и Гек. Да, Каверин, настоящая фамилия Зильбер, два капитана. Ну, великолепный роман. Ну, это... Чё говорить. Да, ну, то есть, это я не перечисляю всех. Их невозможно перечислить. Такого не было в России никогда. А если оценить качество того, что транслировалось по радио, я не беру там в виду, с пленума, съезда, политбеседы. Классика. Музыка. Великолепная русская народная музыка. Русские народные песни. И это что, делалось для того, чтобы оглупить народ? Да, и это было всеобщим достоянием. Тиражи были колоссальные. То есть, да, и ещё важные вещи. Например, литература о Великой Отечественной войне, кстати, которая начала выходить прямо по горячим следам. Дни и ночи Симонова в 44-м году. В окопах Сталинграда Виктора Некрасова. Великолепная, какой бы человек ни был. Волоколамское шоссе Александра Бека. Молодая гвардия Фадеева. Балтийское небо Николая Чуковского. Василий Тёркин. Великая поэма Александра Твардовского. Я убит под Оржовом. Под Оржовом, да. Симонова. Ажаева далеко от Москвы. Василий Тёркин. Да, Василий Тёркин, понятно. Звезда. Великолепная. Казакевича, да. Эммануила Казакевича. Просто шедевр. Повесть о настоящем человеке, мы говорили, сын полка Катаева, да, фронт Кирничука, вечно живые розово, и так далее, и тому подобное, да. То есть, это, конечно, может быть, о гражданской вине произведения вышли лучше, да. Ну, я перечислял только... Не знаю, не знаю. Да, я перечислял только те, что вышли при Сталине. Я тут не включаю лейтенантскую прозу там, которая выходила уже там... Не, ну, потом уже там горячий снег, мы об этом не говорим. Ну, опять же, эти люди воспитаны при ком? Да. Не при Николае Втором. Да. Ну, мы уже говорили, да, вот детективный жанр. Шпанов, Овалов, Шейнин, Гумилевский и так далее, да. Не, ну, все-таки, согласись, по гражданской войне разгром, тихий дон. Не, ну, тихий дон и... Вот. А, Артем Веселый. Да, Артем Веселый, да. Он был репрессирован, но он водился не с теми абсолютно. Да, да, он тоже входил в эту группу «Перевал» троскистов. Да, троскистов. А еще очень важный момент. Женщин сколько появилось писательниц. И причем какие? Вот, к сожалению, напрочь забыта Вера Парнова, да? Вот она за «Спутники» 46-го года роман получила... Ну, это великолепная писательница. Великолепная. Галина Николаевна, Вера Китлинская, Мария Прилежаева, Ольга Форш, ну, она еще в царских времен, Шагинян. Алигер. Да, Алигер, Бергольц, значит, Анна Коптяева, то есть Сейфулина. То есть женщины... До революции были писательные женщины, но это был 1%, да? И вклад их в литературу был полпроцента. И тут это уже реально, это уже реально, они на равных с мужчинами, у них были колоссальные тиражи у той же по новой. Саш, Ильфа Петров. Несмотря на весь гнёд, это элитаризм. Так, слушай, ну, никогда не было таких в нашей стране сатириков, как были при Сталине. Вот Ильфа Петров, Азощенко. А тебе опять сейчас вопреки. Да, это всё вопреки, да, да, это всё вопреки. И главное, что, смотри, вот цензура, вот пишут, только пишут о цензуре. Вот только один пример. Провели цензуру Ильфа и Петрова, да? Когда началась перестройка, тут же из-за Али целиком. И все, кто прочитал, сказали, хуже гораздо. Хуже, конечно. Не смешно. Не, да? Да. А я думаю, что если у серьёзных литературобедов спросить, я думаю, что они редактировали практически столько же, сколько писали. И очень важный момент. Сталин любил повторять высказывания Юрия Олеши, что писатели – это инженеры человеческих душ. И главное, что, ты знаешь, вот интересно, он даже считал, что писателей надо выдвигать в руководство государством. К сожалению, у нас таких не нашлось. Фадеев любил выпить, ну и так далее там, да? А вот ты обрати внимание, всеми тремя припалтийскими республиками руководили писатели. Вилли Лацис, Полецкес, Варес Барбарус. Все три республики возглавляли писатели. Он очень хотел, чтобы Польшу возглавляла Ванда Василецкая. Кстати, тоже очень, он её очень любил. Ну, естественно, в Польше к ней сейчас относятся никак. Так, значит, причём даже есть слухи, что он её любил не только как писательницу. Она была, кстати, дочка ближайшего соратника Пилсудского, первого министра национальных дел Польши и так далее. Тем не менее, была железная коммунистка, но она, в общем, не захотела руководить компартией Польши, сказала, что другие люди и отказалась от этой должности. Она вышла... Кстати, мужа её перед войной во Львове убили украинские националисты. Польского коммуниста, который вышел из тюрьмы, там во Львове чем-то руководил, его просто убили. К вопросу... Возражение тебе, случайное совпадение. Случайное совпадение, да. Потом она во время, уже после войны, вышла замуж за Корнечука. Тоже хорошего, очень, драматурга. Да, и, значит, хочу сказать, вот, собственно, главное, да. Сталин счит... Ну, да, вот говорят о социалистическом реализме. Что в этом плохого? В чём суть социалистического реализма? Что человеку говорят, ты не копайся в дерьме, да, вот как, допустим, Абериуты, как Даниил Хармс, там, Веденский, Олейников, а ты пиши о том не только, что есть, но и попытайся показать, что должно быть и как должно быть. А что в этом плохого? Да? И что плохого, да, допустим, ну, конечно... Саш, подожди, я вдруг вспомнил, не хочется ничего писать, а мультипликация? Да, мультипликация великолепная. Кстати, мы были лидерами, да. Нет, видно, влияние Дисней, а кто не испытал на себе из мультипликаторов? Ну, и Дисней испытал влияние наших мультипликаторов. Да, да. Конечно, сейчас вот слова, я вот говорил, выкинутых из программы, да, слова, самая дорогая у человека эта жизнь, она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинненькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать, вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире в борьбе за освобождение человечества. Эти слова сейчас как издевательство, когда любую программу Навального посмотрите, и все станет понятно. Конечно, значит, а для нынешней элиты, в кавычках, быдлоэлиты, я ее называю, да, для них эти слова просто смех и грех вызывают, да, и, значит, времени у нас мало, я бы хотел сказать, что на самом деле, если объективно посмотреть, вот это, да, мы в перерыве говорили, что самое-то, в чем не было вообще равных, это, конечно, театр, опера, балет, и, ну, эстрадные исполнители, да, то есть это, это, кстати, были юмористы, типа вот этих, Райкина и так далее, да, полным-полно, этот, который потом уехал за границу, в Амсбоне служил, как его, дядя его был знаменитым юмористом, забыл его, книжку писал про Абеля, Хавкин, не Хавкин, как-то, сейчас, подожди, охотник вверх ногами, вот этого вот его, вот его дядя был великий юморист, Хайкин, по-моему, по-моему, не уверен, то есть, это была богатейшая, и в истории, я вот говорю, в истории России, такого богатого периода не было никогда, серебряный век, это все-таки, да, очень щепотка, щепотка, и самое главное, эта культура была новаторская, такой в истории цивилизации не было, она человека поставила во главе угла, и говорила человеку, что ты не скот, ты должен стремиться к чему-то высшему, вот, меня поражает, что наша церковь, она ни этого не понимает, и смерть пионерки, значит, она воспринимает, как вот то, что я сказал, что вырастет на читавших таких стихов, и батюшки на Мерседес не подаст, да, это именно и есть, вот, Островский, это же мученик, просто настоящий христианский мученик, умирающий человек, который не может даже пошевелиться, да, он диктует, умирая до самого последнего дня, свои романы, да, то есть, это вообще, это что такое? А, кстати говоря, как закалялась сталь, а чего они там строят? А они строят узкоколейку, чтобы город насмерть не замерз, чтобы туда дрова возились. Да, и такого никогда не было в истории, и второй момент, это общенародная культура, не элитарная, как была при царе, и как сейчас. Когда, да, 19 век, это взлет русской литературы, Толстой, Слатыков-Седрин, потом Чехов появляется, а сколько людей тогда умели читать, и читали. И читали, даже умеющие читать. Большинство крестьян, которые умели читать, они в руки не брали ни Чехова, даже Чехова не брали, даже его эмористические, то есть, уже не говоря там о всем другом. Поэтому, когда мы говорим о советской культуре, надо понимать, что в истории цивилизации не было такого, чтобы культура стала достоянием всех. Я еще раз говорю, Шолохова, от Шолохова до Пановой, от Леонова там, от Олеши, да не знаю, до... До Бернеса! Алексея Толстого, да, Бернеса, Симонова, миллионные тиражи. То есть, читала вся страна. Вся страна ходила по театрам, смотрела фильмы, то есть, аудитория кинотеатров зашкаливала. Количество... Вот в этом, Саш, в ликвидации главный герой идет со своим приемным сыном на дети капитана Гранта. Какая там музыка, да и кино какое. Да, 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 великолепная, да. Вот смотри, в этих фильмах все были профессиональные. И режиссер, и сценарист, и композитор, и оператор, да, и артисты. Все были на высоте. И чего нет сейчас. А в те времена я заметил это, и потом я спрашивал, почему, мне объяснили. Оператор, орденоносец такой-то, то есть, люди, которые были отмечены орденами, выделялись. Следующий момент. Эта культура была богатейшая по жанрам. Богатейшая. Все жанры, классические романы, романы о современниках, о гражданской войне, отечественной, сатира, детектив, фантастика великолепная, тогда же, вот, Казинцев, Беляев, все это тогда происходило. Все эти лучшие фантасты были в то время. Значит, такого богатого по жанрам искусства никогда не было в России, собственно говоря. Исторические романы, ну, вот говорят, при Сталине был перехлест в сторону исторических фильмов и романов. А сейчас этого нет? Нет. Ну, сейчас то, что снимают, лучше бы и не было. Не, ну, про историю, да, там легенда коломат, она дает представление. у нас очередной скандал будет с декабристами, ну, бог с ними. Так, потом... А кто снимает? Кто режиссер с декабристом? Это, по-моему, тот же мужичок, который снимал про Колчака. А, Адмираль. Следующий момент. Это была многонациональная литература. Такого не было никогда. Не... Все народы получили... Просто у нас нет времени. Кстати, возьмем, допустим, грузинский кинематограф. Грузинские режиссеры, артисты ничем не уступали московским. Абсолютно. И не только в Грузии. На Украине, Киев, Одесса, Армения, во всех республиках... А, кстати говоря, уже далеко ходить. Белые птицы, черные отметины, Ильенко. Украинские птицы. Там везде национальные... Да. Я уже говорил. Именно их там затронула вот эта волна ижовщины. Этот негодяй ижов, конечно, очень... Потом мы только что говорили о переводах. Еще раз скажу. Вот... Это признано во всем мире. Никогда ни в одной стране, ни в одно время не было такой школы переводов и столько не переводили, как в Советском Союзе. Как в Советском Союзе. Если начнем перечислять, никакого времени... Да Рита Райд Ковалева! Корней Чуковский был прекрасным переводчиком. Посмотрите первые переводы у Генрии. И самое главное, Лень, она не была коммерческой. Никто не ставил задачу заработать. Сейчас, да, Достоевский принесет какое-нибудь издательство, ему скажут, ну, это что, там, одну старуху убили и сестру какую-то ненормальную... Вот если быть 15? Да. Бензопилой. Значит... И в Техасе. То есть она была некоммерческая и была единая сеть реализации и популяризации, и журналы, и все это государство... Саш, и уже давай просто вспомним оплата. Да, оплата бешеная была. А почему? Потому что бешеные тиражи, бешеные посещения кинотеатров. Она была некоммерческая, но приносила государству колоссальные доходы. Новости на радиостанции говорит Москва. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Итак, сейчас Александр Колпакиди будет отвечать на ваши вопросы. Я займу буквально минуту. Я советую тщательно изучить все источники по поводу о несправедливой посадке жактера Жонова. И выяснится, что резонов посадить его веских было куда как много. Но люди, которые... Я уверен, кто-нибудь какой-нибудь пустой головой что-нибудь там написал, но я не читаю. У меня нет времени, и у моих гостей тоже нет времени, чтобы читать разную чушь, которая взята из архипелага и журнала Огонек под мудречным руководством господина Коротича. Итак, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Александр Иванович, вопрос по теме передачи. Большое спасибо вам за нее. Вот испанский дневник. У меня есть это, когда в библиотеке честили советские книги выбрасывали, подобрал. Вот такой вопрос по ней. Вот Кольцов пишет Сталину, что когда приходят франкисты, то вся передовая интеллигенция сразу становится на их очередь. Скажите, вот пожалуйста, писательские составы во время войны, когда началась и самолет этот с Ахматова из Ленинграда связан с этим делом, что их перебрасывали на третий Ташкинский фронт, чтобы они это не перекинулись на сторону врага. Потому что сейчас вот книги, которые кладут в библиотеке, там все это, что они писали официально, и дневники ихные, которые они писали в стол. Совсем другой, даже Ольга Бергуль. Спасибо. Да, знаете, ну я уже немножко коснулся, вот действительно просто вопрос, что вы назвали, задали интересный, никто не подсчитывал. Вот сколько из оставшихся на оккупированной территории писателей стали коллаборационистами. Но я вот не знаю тех, кто не стали. Я знаю, вот я читал книжки по литературе так называемой второй волны эмиграции, это вот те, кто после Великой Отечественной войны эмигрировали. Там получается, что практически все они шли куда-то сотрудничать с немцами, пропагандистские какие-то органы, и, в общем, после войны скрывались. Самый большой, известный, это Блюментель Тамарин, такой, кстати, лауреат Сталинской премии, по-моему, какой-то, даже, он даже стал вести программу, поливал там Сталина у немцев на радио, просто редчайшая оказалась сволочь, был послан туда его дальний какой-то родственник по жене, боксер Миклашевский, который был чекистом его, по линии судоплаты. И он его в конце войны там где-то зарезал, причем правильно сделал, потому что этот Блюментель Тамарин, он бы, конечно, сбежал потом к американцам, и после войны бы, безусловно, на радио свободы. Кстати говоря, англичанин, которого в Англии прозвали лорд Гавгав, и вот, его англичане аккуратненько повесили после войны за передачей из Берлина. А самого лучшего американского поэта в истории Эзру Паунда поместили в сумасшедший дом. Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Александр. Низкий вам поклон за эту передачу, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо, и вас, и вам всего наилучшего. Если бы у меня была ваша передача, было бы слушать нечего, но у меня вопрос такой. Вот ходила такая и ходит до сих пор, не знаю, легенда, не легенда, что у Сталина была библиотека личная и там что-то 300 что-ли там было и в каждом томе почти, почти что-ли или везде были его пометки. Это правда или нет? Спасибо большое, будьте здоровы. И вы тоже. Правда. Значит, даже когда во время гражданской войны его перебрасывали на все трудные такие участки. Вот оборона Царицына, которая спасла, собственно, потому что, если бы не он, центр бы умер от голода. Он организовал проезд, расчистил дорогу, собственно, потом в Перми, чтобы не соединились, ну, в Дзержинском месте они, Деникин и Колчак, потом в Ленинграде, чтобы Евгеньевич не дал. То есть он, так сказать, был такой менеджер кризисный, да. И он всегда с собой возил целую библиотеку. У него была огромная библиотека, ну, конечно, не 300 тысяч томов, 20 тысяч. Юрий Николаевич, по крайней мере, действительно, действительно, везде есть его пометки. Это у него была такая нехорошая черта. Это много людей. Зять его об этом писал и так далее. Он везде... Саш, я слышал и читал, и хочу у тебя спросить, в его библиотеке были книги на английском и немецком. И там тоже есть пометки. И знаете, еще что интересно, он... Есть известный такой документ, где он просит своего помощника систематизировать библиотеку там по направлениям. Да. И что интересно, в конце пишет и отдельно куда-нибудь подальше выкиньте журналы периодические и атеистическую макулатуру. То есть он очень плохо относился к литературе по атеизму. Значит, но у него... Он... конечно, в юности он находился под влиянием грузинской литературы. Вот Илья Чевчевадзе, Александр Казбеги, собственно, его псевдоним Сусо, он взят из романа Казбеги, там благородный разбойник был такой, Сусо. И... Но потом он уже, когда стал революционером, вот, в Сибири и так далее, он читал огромное количество литературы. Всю жизнь, я уже сказал, от 300 до 500 страниц в день он читал. Но не только литературу, но мы уже не говорили, к сожалению, он ходил постоянно в театр, он только пьесу Булгакова не Турбяных несколько раз посмотрел. Несколько раз, 15 или 16. Да, да. И он слушал, ходил в оперу часто, то есть, и он очень много смотрел кинофильмов, все кинофильмы практически отечественные он смотрел, ему очень нравились комедии, и наши, Александрова, и американские. Он увидел великого скрипача, гения Иосифа Хейфица, когда тот еще был мальчиком Бундеркидов, и он сказал тогда, это со слов одного очень известного музыканта, он сказал, а это наше золото, наше рыжее золото. Но он придавал значение не только художественной культуре, у него в библиотеке огромное количество литературы технической, он еще, он не имея никакого технического, ну, он там когда-то работал астрономом, он читал огромное количество литературы технической, научной. Вот это, это был поразительно работоспособный человек, который, ну, вот, не изображал, вот, не лепил, а действительно делал. И это он не афишировал, то есть, как бы, это, это никто не знал, вот этого никто не знал толком, да, что вот он столько работает, столько читает. В стране, ну, как бы, никто об этом не знал, его не показывали каждый день, там, даже когда уже телевидение было. Поэтому, вот, интересная, конечно, фигура. Ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день, спасибо за передачу. Михаил Подольский, скажите, Капица как-то сказал еще в 90-х годах, что Ленин, выслав вот этот пароход, он жизнь спас им. Вот, была ли инсценированная кампания Сталином, который исполняли Каганович и Емельян Ярославский по уничтожению старой интеллигенции. Ведь в 39-м году Емельян Ярославский сказал, что теперешние интеллигенции это доярки, рабочие и так далее, а старая уничтожена. Спасибо. Ну, конечно, вы правы, что большинство, кого выслали, ну, не всем, им спасли жизнь. я думаю, то, что касается сознательной интеллигенции, уничтожения, во-первых, Каганович, он лишился во второй половине 30-х, 30-х годов, ну, как бы, политической власти. Нет, он оставался, но он не был вторым человеком государства. То есть, он не был вторым человеком государства. Это абсолютно. значит, там долгая эта история, значит, Ярославский вообще никогда ни на что не влиял. Ему дали вот эту атеистическую стезю, и он там что-то подписывал. Он был, ну, довольно-таки образованный человек, но он в партии, как и Луначарский, никакой роли не играл. Абсолютно. На принятие решения никакого влияния они не имели. Ни Луначарский, ни Ярославский. Какой-то вот систематической кампании по уничтожению именно представителей русской интеллигенции нет. Мы же знаем приказы Ежовские, вот, кулаки, уголовники, антисоветские элементы, поляки, там, другие надкорейцы и так далее. То есть, специально такого приказа по уничтожению именно старой русской интеллигенции нет. Ну, естественно, многие из них попали в лагеря, были расстреляны, и так далее. Но специально вот эта категория людей не выделялась. И уж Каганович и Ярославский точно никак не могли бы по этому почве и вы не назвали третьего любимого человека в этой плеяде. это Ярославский Эпштейн, который коллективизацию, да, его же расстреляли, а сам же Ижов, который был его другом. И, кстати, перед расстрелом Ярославский сказал Ижову, который стоял там, пришел попрощаться, говорит, вижу, Коля, не хочется тебе меня расстреливать. Да. Нет, а потом я что-то не понял, доярки это что, как было сказано? Нет, доярки и кухарки, они никогда не призывались руководить государством. Говорилось, что их надо сначала обучить, чтобы они получили образование, опыт, и потом только их можно допускать в управление государством. Саш, мой отец еле, ну, там, классы, он кончил перед войной, его призвали, он стал офицером во время войны, потом он поступил в высшее учебное заведение, окончил это высшее учебное заведение и стал одним из лучших предавателя английского в стране. Это благодаря кому? В системе он смог получить высшее образование. Да. И вот это вот было, я ненавижу это слово, это неправильно трактуется фраза Ленина. Умелось в виду, что она должна сначала получить образование, обучиться, получить опыт, и после этого только ее можно... но мы сегодня прекрасно понимаем, что мы не можем этого сделать. Имелись в виду социальные лифты, что доярке надо предоставить возможность получить образование, ну не просто вот взять ее и сразу же дать ей какую-то долг. Как сейчас, кстати говоря, во многом происходит. Откуда и появляются вот эти всякие хамства, обзывания, что там в Википедии, в интернете терроризируют. Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот почему все отрицательное, что было в Советском Союзе, сваливают на Сталина, хотя есть принцип все сомнения в пользу обвиняемого. И еще такой вопрос. Вот был фильм «Звезда». Вот по телевизору я слышал, что его именно Сталин запретил, потому что там Николай Крючков себя взрывает. Его только показывали, этот фильм «Звезда» только после смерти Сталина. Я ничего по этому поводу не могу сказать. Фильм великий. Кстати говоря, был очень хороший фильм Николая Лебедева «Новая звезда». По крайней мере, наверное, из всего, что сделано, лучшее. Вот под запасением 30 лет по Великой Отечественной войне. Но это переделка. значит, ну, Сталина почему на него все валят? Потому что понятно, почему. Он после того, как произошла смена у нас политического строя, после того, как народ лишили его, ну, то, что у него было там, ну, сначала лишили его права там на ресурсы, нефть, газ, все это перешло к олигархии. Ну, это все, ну, долгая история-то, да, то есть, антикоммунистическая революция победила, белые победили, народ опять сидит там, где сидел до революции, значит, культура стала элитарной, значит, а Сталин, как бы, символ того, что было победой в 17-м году. Ну, сейчас вот вы видели, да, даже пенсионный возраст продлили и так далее, то есть, растет количество нищих, сокращается население, то есть, Сталин выступал, а при Сталине население росло, пенсионный возраст уменьшался, права у населения увеличились, росли доходы и так далее. Главное, чтобы при нем было развитие, развивалась наука, ну, не только искусство, мы сегодня просто про искусство, но при Сталине Советский Союз опередил Америку по темпам роста, понимаете, мы опередили всех, при нем, и потом по инерции, кстати, и на хрущевские половину хрущевского периода это пришлось, то есть, мы вырвались вперед и, к сожалению, большому, сейчас при олигархическом режиме этого не происходит, ну, в телевизоре происходит, в новостных программах, там, всяких проводят, но в реальной жизни, к сожалению, не происходит, поэтому вот Сталина на него и списывают, а в советское время это, он тоже был символом этих побед, и поэтому западная пропаганда тоже его травит, кстати, вот наши нынешние вот эти либералы, они ничего нового не придумали, все вот эти обвинения против Сталина, они почерпнуты из придуманных в ЦРУ, кстати, в институтах, которые ЦРУ руководила, 50-е еще годы, в центрах специальных, там, где участвуют, что он, агент охранки, это там миллион всяких, да, о многих сегодня, Михафф, мы сегодня как раз говорили в области культуры, потому что, как пишут сейчас коммунисты, Сталин, наше знамя боевое, он знамя народа, и поэтому олигархия, конечно, и ненавидит его, понятно, то что тут непонятного, про фильм «Звезда» тоже что-то, я не слышал никогда этой истории, да, как-то странную историю, да, не слышал, новый фильм, кстати, очень хороший, очень хороший, Николай Лебедевый фильм, ваш вопрос, Александру Колпакиди, здравствуйте, Лон, да, добрый день, вы знаете, вот первая часть вашей передачи была, там прекрасная, вот это всеобщее, такая массовая, чтение литературы, вот я оканчивал школу в 89-м году, в городах СССР, который входил в тройку, в крупнейших городах СССР, отвечаю сразу статистикой, по литературе, Шолохова из 34-х людей в классе, прочитало два человека, то есть там один процент, ну, «Война и мир», я лично прочитал первую часть, там только там, потому что французские сноски, тоже прочитало в классе один-два человека, и это обязательные, которые вообще обязаны были прочитать, чтобы написать сочинение, такая же ситуация была по всем остальным, так, я вопрос не слышал, да, вот вы говорите, какая может быть массовость, если даже вот эти вот обязательные произведения считало в классе по 3-4 процента, так, не надо свой опыт экстраполировать, извините меня за такое, слово, на все остальное. Нет, ну, смотрите, была огромная система библиотек, да, ну, сейчас, можно сказать, все в интернете читают и так далее, да, тиражи были миллионные, миллионные, сейчас, вот, например, ну, литература историческая, вот я, главный редактор издательства, у нас тиражи полторы тысячи. Это, наверное, еще неплохо. Это очень неплохо, да, сейчас, значит, все решили перейти издательство на 500 экземпляров и потом допечатывать, если будет продаваться. Ну, понимаете, с миллионных на 500, это 500, просто 500, не 500 тысяч, не 500 сот, не 500 ничего, просто 500. но о чем тут спорить? Фильмы смотрело колоссальное количество людей, они приносил кинематограф огромный, театры были переполнены и приносили доход, то есть, литература, культура были массовыми, ну, сказать, что все до одного человека прочитали, допустим, Тихий Дун, конечно, нельзя. Или войну и мир. Да, или войну и мир, но, понимаете, вот самое главное, поймите, в жизни все познается в сравнении, все надо сравнивать. В Советском Союзе были наркоманы? Были, но сейчас их в сотни раз больше. Вот в чем суть. Не в том, что они были или не были, конечно, были, но в Советском Союзе их было в сотни, значит, где лучше обстоит дело с наркоманией? Конечно, сейчас лучше обстоит, сейчас их миллионы, да, но это разе хорошо, это не хорошо. И то же самое надо применять к культуре, литературе, сейчас тоже есть хорошие фильмы, но их в десятки раз меньше, чем было, да, по пальцам одной руки, чем было в то время. И их смотрит гораздо меньше, чем смотрели в то время. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Я посмотрел в интернете по поводу этого фильма «Звездам прав». Подумай, Саша, расскажите. Да, пожалуйста. Да, да, здравствуйте, меня зовут Петр. Спасибо за передачу, как всегда, очень интересно и как всегда, очень однобоко. Два слова по поводу гибели Михоэлса и Есенина. Спасибо. Однобоко это правду говорят. Люди, правда всегда говорят однобоко. По поводу Есенина, сейчас выйдет огромная книга на тысячу сравнений Закара Прилепина. Вот про Есенина на сегодняшний день, я думаю, больше, чем он никто не прочел. Михоэлс, меня больше всего удивляет один факт, что ему по мифу сломали все пальцы на допросах. Нет, Михоэлс, это артист еврейского театра. все, все, я иду, все. с Михоэлсом, да, значит, что мы знаем, что по приказу Сталина группа чекистов выехала в Минск и там инсценировала его смерть. Почему? Потому что через Михоэлса была утечка информации, ну не только через него, утечка информации о личной жизни Сталина. То есть и Сталин думал, что Михоэлс вот как бы таким образом является каким-то его врагом. И по этой же причине в это время были арестованы многие его родственники и так далее. Действительно, в Америке печатались какие-то там статьи по поводу его личной жизни, где он живет, там, то все, какие-то сведения. Сталина это крайне, ну, скажем так, бесило вся эта ситуация. То, что Михоэлса убили, это очень плохо. Безусловно. Безусловно, да, и это преступление, ничего тут хорошего нет. И вся эта ситуация уже мне сказана с тем, что Сталин был уже очень стар, и, может быть, не всегда адекватно что-то воспринимал и делал. Потом, вот, я до сих пор не могу понять, что там происходило с еврейским антифашистским комитетом, потому что воспоминания к судоплату, это крайне туманно. Да, и, кстати говоря, там по поводу Крыма непонятная история, я бы хотел заметить, что в это время расстреляли наряду с руководством Ленинграда все руководство Крыма. И никто об этом нигде не пишет. Вот связано это с еврейским комитетом, не связано. То есть, все это не изучено. То есть, это все какие-то байки, рассказы. Нету вот архивного подтверждения того, что происходило. По поводу Есенина. Очевидно, вы имеете в виду, что вот какую-то роль сыграли... Сыграл фильм. Сериал, да? Я думаю, что... Хочу сказать, что Есенина, на мой взгляд, убивать никто не мог просто по определению. Значит, кстати говоря, Троцкий ему покровительствовал и, кстати говоря, никогда ничего против Есенина не имел. Единственный человек, который там на него покрикивает, Бухарин был? Бухарин как раз русский дворянин, сын директора в московской гимназии и так далее, он как раз-таки критиковал Есенина. Вообще, вот всю эту историю, что вот в сериале показано, это все бред, просто высосанный из пальца. Значит, Есенин, безусловно, пользовался там покровительством советских руководителей, потому что другому бы не спустили то, что спускали ему. Он, мягко говоря, и грубо выражаясь, устраивал дебоши, допускал там всевозможные антисемитские высказывания и так далее. Его друга Алексея Ганина расстреляли в 25-м году, причем сейчас почему-то это считается, что зря, а он создал фашистскую просто организацию, Орден русских фашистов, да, то есть, ну, кстати, бездарный был поэт, так что его тоже жалко, конечно. Но вот все, что показано в сериале про Есенин, это вранье. Троцкий к нему относился положительно, он его не раз вытаскивал, кстати, чекисты к нему относились достаточно лояльно, и убивать его не было никакого смысла ни Троцкому, ни Сталину. Сколько раз его вытаскивал в брюнке. Да, вообще, вот участие писателей в этой внутрипартийной борьбе, оно, ну, что ли, не настолько было важно, как кажется. Оно не настолько, да, были писатели, поддержившие Троцкого, были такие, да, вот эта группа Перевал, были так, комсомольские, так называемые, поэты и так далее, но вот тех же комсомольских поэтов Безыменского, Уткина, Жарова, их тоже не тронули, вот что поразительно. То есть, тут очень много преувеличений. Да, вот это вот, у нас, к сожалению, уже не остается времени даже. Троцкий вообще был такой немножко барин, он вообще отличался барскими. Они были со Сталином совершенно разные люди. И Сталин был скромняга, а этот был такой барин. И он очень любил покровительствовать писателя. Вот это многих, кстати, и погубило. Ну что ж, мне кажется, сегодня у Александра Колпакиди получилось очень и очень интересная лекция, беседа. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Гость Алексей Исаев, тема Перл-Харбор, которую он пропустил по болезни. всех с наступающим Новым Годом. Всех с наступающим... А нет, я еще успею раз поздравить. До свидания. До свидания. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова